В Мирасе в разгаре матч по бочи. Синим играет Богдан Мохов. Он не только сам доказывает, что быть активным можно и с проблемами со здоровьем, но и ведет за собой других. Богдан – тренер команды по слэдж-хоккею. Начинал с команды любителей. Когда она распалась, решил продолжить дело. Узнал, что в Акбарсе появилась секция по паралимпийскому хоккею. Сейчас его команда – неоднократный призер соревнований. Первый турнир Куба Калашникова состоялся в январе этого года. Мы заняли шестое место. В Сочи на фестивале мы заняли пятое место. На турнире «Степные огни» в Оренбурге мы заняли четвертое уже место. И в октябре этого года в Казани мы заняли первое место, завоевали кубок силы. Сейчас активно тренируемся. В Бочи для него еще одна возможность встретиться с друзьями. В Копилке Богдана есть серьезные чемпионские титулы по плаванию. И спорт – это средство движения вперед, несмотря на преграды. Он помогает добиваться своих целей, быть жестче к самому себе требованию, ставить цели, добиваться их, достигать. Турнир по Бочи проходит в рамках декады, посвященной людям с ограничениями по здоровью. В Ольметьевске есть свои спортсмены, которые защищают честь города и на российских соревнованиях. Игра развивает в основном коллективизм, точность, внимание, координацию. Эта игра включена в паралимпийские виды спорта. И у нас в городе уже развивается около 10 лет. Соревнования разделили на детские и взрослые, но в заключительный день объединили и тех, и других на одной площадке. В Бочи играют двумя мячами – красным и синим. Тот игрок, который выбирает красный, бросает первым. И как в Бочи играют, сегодня мне покажет Алия. В нашей партии моя соперница объяснила, что в игре есть белый мяч – центровой. Задача игроков – выстроить свои мячи вокруг него. Как мне сейчас бросать мяч? Можно вот так, можно вот так. Ближе к какому мячу? К белому. Право повторного броска присуждается тому, чей мяч откатился дальше соперника. При кажущейся простоте тут должен быть просчет траектории и тактика игры, блокировка снаряда соперника или нападение, когда можно выбить его из круга. Ну и что, кто из нас победил? Красный. Красный. Победили красный, значит, я проиграла. Поздравляю с победой. Спасибо. И это не первая победа девочки. Ее главный секрет – играть чаще. А в процессе можно встретиться с друзьями и завести новых. Можно смотреть, кто как играет, можно за него болеть. Тут есть твои друзья, возможно. Можно с другими познакомиться, с новыми знакомствами можно. Алия на соревнованиях вместе с мамой. Несмотря на холодную погоду, женщина считает, что выбраться в зал – лучшая альтернатива сидению дома. Во-первых, люди увлекаются этим. То есть не сидят дома на диване, а заняты делом. Во-вторых, они общаются друг с другом, с такими же людьми. И не чувствуют себя как-то обделенными и как-то среди своих. Катерина Машинцева, Динар Менгазов, Новость Юго-Востока.